В преддверии парламентских выборов в России решили реформировать избирательное законодательство. Госдума приняла поправки, по которым все избирательные участки должны стать доступными для инвалидов. Касается это и колясочников. Для них избирательные участки обещают оборудовать специальными подъездами. Что изменится и вообще изменится ли? Мы попросили разобраться нашу коллегу Евгению Воскобойникову. Да, спасибо, Миша. Действительно, в мае в Госдуме от имени всех фракций будет внесен законопроект, который приведет избирательное законодательство в России в соответствии с нормами Конвенции ООН по правам инвалидов. Предполагается, что если оборудовать избирательные участки для людей с ограниченными возможностями, то инвалиды, так сказать, эффективнее реализуют свои избирательные права. Избиркомы должны будут заранее получить всю информацию о проживающих на их территории инвалидах и в соответствии с этими данными приспособить все, что необходимо. То есть для инвалидов-колясочников избирательные участки должны быть максимально оборудованы подъездами, а для слабовидящих специальными трафаретами для заполнения бюллетеней и, возможно, какие-то еще дополнительные приспособления. Сейчас в избиркомах стараются учитывать потребности людей с инвалидностью, но пока это не подкреплено законодательством и, как показывает практика, чаще всего инвалиды голосуют на дому или вовсе не имеют никакой возможности отдать свой голос за того или иного кандидата. Ну, а как будут обстоят дела после принятия этого законопроекта, мы посмотрим, я думаю, в ближайшем будущем. Женя, ну вот сегодня, сегодня днем, когда мы обсуждали с Женей эту тему, Женя так очень экспрессивно выразила сомнение в том, что эти инициативы будут реализованы. Женя, ну ты сама как думаешь? Ты знаешь, я приведу пример, как я голосовала в прошлый раз, правда, было это в городе Воронеже. Естественно, весь день мне никто даже не позвонил и не спросил, хочу ли я отдать свой голос за кого-то, хотя избиркомы, я так понимаю, должны это делать. И потом, когда я стала рыться в интернете, искать телефон самого избиркома, звонить туда, спрашивать, они сказали, да-да-да, конечно, через какое-то время мы к вам обязательно зайдем. Ну, мне пришлось прождать около трех часов, действительно, пришли, пришли со специальной урной, и тогда я только смогла отдать свой голос. Спасибо, Женя, это был наш обозреватель Евгений Воскобойникова. С нами за столом Ирина Ясина, руководитель все-таки клуба региональной журналистики и директора программ фонда «Открытая Россия». Да, мы думали, представлять ли Ирину Ясину в таком качестве или нет, потом выяснили, что поскольку фонд «Открытая Россия» номинально юридически не закрыт, поэтому мы и не будем его закрывать. Да, мы будем надеяться, но все-таки точно так же остается надеяться на то, что даже принятие новых законодательных инициатив позволит людям с ограниченными возможностями, колясочникам, участвовать в выборах. Но возникает вопрос, зачем какие-то дополнительные инициативы, если в принципе даже в простых СНИПах прописано, что в любом строящемся здании должен быть доступ для колясочников? То есть мы не обсуждаем, имеет ли смысл ходить на выборы или нет. Мы только доступ обсуждаем. Хорошо. Мы обсудим следующим вопросом, имеет ли смысл ходить на выборы, потому как все мы находимся в предвыборной уже, можно сказать, истерии. Да, уже можно об этом поговорить. Уже пора об этом. Тут просто, мне кажется, не нужно выделять какие-то разные категории. Вот я не хожу на выборы, потому что не хочу, а вот я не хожу, потому что не могу. Но и такое оправдание себе. Не, ну как, у меня предвыборный участок находится на причисленке 16 в доме ученых, где очень красивая мраборная лестница и дом, ну уж совсем не новостройка, а, наверное, где-то конца 19 века. А может быть и середина. По этому поводу, в общем, в голову никому не придет, там что-то вот делать, там памятник архитектуры и так далее. Понятно, как у нас с памятниками архитектуры. Но, понимаете, колясочником еще можно что-то оборудовать. Но меня больше интересует вопрос, а как быть со слепыми. Вообще-то шрифт Брайля существует для того, чтобы не нарушить их право на собственное выражение мнения. Значит, я что-то вот даже вот в репортаже Жени не услышала слов о слепых. А это огромное количество людей, у которых, в принципе, вы что им будете сказать, говорить, галочку ставить? Это уже абсолютно никакое не самостоятельное волеизъявление. Вот. Ну, а касаясь того, хочется мне сходить на выборы, если там будет доступ или нет, не хочется. Просто потому что, потому голосовать не за кого. Я как не ходила, так и не пойду. Ирина, вот хочется немножко, ну, не то что отклоняться, расширить эту тему. Все уже обсудили сегодня даже за этим столом. Вот у нас было много гостей, их принимал Алексей Суханов. И так или иначе разговор возвращался к тому, что позавчера вот за этим столом сидел президент Медведев. И, например, вот Женя Воскобойникова задала ему вопрос, касающийся этой темы, как раз по поводу прав людей с ограниченными возможностями. Почему в России так выходит, что они оказываются отрезанными и от модернизации, и от вообще социальной жизни? Вы, наверное, слышали ответ президента. Ну, да. Вот как вы оцениваете его? Вы знаете, я сама президента тоже слышала. То есть задавала ему этот вопрос раньше и слышала ответы. Ну, к сожалению, в общем, от меня до Жени Воскобойниковой ничего не изменилось практически. То есть что-то происходит, но все это такие палеотивные меры, которые немножко ретушируют действительность. По сути, ничего не меняется. Если есть две минуты, я объясню, почему. Да, конечно. Значит, понимаете, у нас для инвалида дело не в том, что нет доступа. Основное дело в том, что незачем ходить, некуда ходить. То есть люди, получающие абсолютно мизерную пенсию, не имеющие возможности получить образование и не имеющие возможности работать, являются получателями социального пособия, но не являются желанными клиентами ни для банков, ни для ресторанов, ни для магазинов, ни для театров. Ничего. Эти пункты не заинтересованы в том, чтобы эти люди стали их клиентами. Я работаю, я получаю хорошую зарплату, и за меня борются банки, рестораны, музеи и так далее, чтобы я пришла со своим рублем. И, значит, порадовала их тем, что я вот появилась. То есть мой рубль, как понятно, ничем не отличается от рубля человека, который ходит на своих ногах. Вот это должно быть. Понимаете, пока дети не будут учиться в школах, до тех пор они не будут получать нормальную работу. Кто сказал, что ребенок на коляске не может быть гениальным математиком? Да легко. Да легко. Более того, компенсаторная функция срабатывает. И человек, который не может ходить и бегать, он вообще много занимается и достигает каких-то особых успехов в других областях. Ирина, скажите, пожалуйста, а для этого что нужно? Включить ручное управление и сказать, вот где-ка наша тут социальная ответственность в бизнесе? А ну-ка давайте-ка мы вам снизим налоги, если вы будете таких людей принимать на работу. Ну вообще было бы не дурно. Но изначально надо начать с образования. А тут уже никакая социальная ответственность в бизнесе не работает. Это дело государства. Но начать с образования опять же, значит нужно хотя бы тупо перестроить все школы. А значит надо тупо выделить деньги не на Олимпиаду в Сочи и не на чемпионат мира по футболу, а подумать о том, что есть миллионы людей, а тем более сотни тысяч детей, которые нуждаются в том, чтобы в школах был доступ. При этом разговоры о том, что у нас существует система коррекционных интернатов, это от лукавого, потому что в Красноярском крае, например, от коррекционного интерната до дома, где живет ребенок, 800 километров. И значит ребенок должен жить в интернате. А это совершенно не то же самое, что жить в семье, это мы с вами все понимаем. А как можно жить в семье и учиться? Только если можно учиться в школе по месту жительства. Все. И судьба не дает нам других возможностей отрулить от ведения инклюзивного образования. Кто хочет, может учить своего ребенка в интернате. Кто не хочет из родителей, хочет иметь его рядом с собой, с сердцем своим, тот должен иметь такую возможность. А потом ребенок, получив нормальное образование, идет в институт, потом он идет на работу, и у вас решается проблема социальной адаптации инвалидов. Вот элементарно. За одно поколение. Ирина, ну все-таки у нас, помимо тех новостей сегодняшнего дня, которые мы обсуждаем, всех гостей мы возвращаем к главной для нас сегодня теме дня. Это годовщине телеканала «Дождь». Каким был этот год для нас, в общем, всем примерно известно. Ну, для нас, для телеканала он был сложным, но интересным. Каким для вас был этот год? Вы знаете, это был нехороший год. Честно говоря, это год таких совсем погибших надежд. Ну, я имею в виду общественную жизнь, политику, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, мы все оптимисты, мы живем в нашей стране, и нам отсюда некуда деваться. У нас нет там родственников за границей, достаточных денег там и так далее и тому подобное. Тут живут наши пожилые родители, наши дети. Поэтому, ну что, будем жить здесь и сейчас, как называется программа. Ну и будем стараться как-то изменить среду вокруг себя, так, чтобы жить нам тут стало, в общем, не так противно, как иногда бывает. Ну вот, собственно, этим мы и занимались весь текущий год. Прошедший год. Ну, что сказать. Были какие-то успехи, конечно. Были тяжелые моменты в жизни. Как у всех, наверное. Это же дело абсолютно обычное. Канал «Дождь» давал мне некоторую дополнительную радость. Спасибо вам за это. Спасибо вам за добрые слова. У нас в гостях была Ирина Ясина, руководитель клуба региональной журналистики.